МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И что-то с ипотекой у нас творится, темпы ипотечного кредитования вроде как замедлились. Так ли это? Ну, на самом деле, действительно много что изменилось. Но вот истерия, определенная на рынке, связанная с переходом на искрову счета, с тем, что взяли меньше ипотечных кредитов, на мой взгляд, слегка раздуто. Потому что в 2018 году действительно правительство приняло решение о том, что мы играем по новым правилам. Это сделано было в защиту обманутых дольщиков. Наша компания как раз очень активно участвует совместно с правительством в ряде проектов по спасению. Мы очень глубоко поняли, что такое люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков. То есть мы приняли эти правила, начали по ним работать. Но на фоне вот тех изменений, которые были озвучены правительством, с 2018 года, где-то с середины, с 1 июля, пошел определенный информационный вал о том, что все будет плохо, цены взлетят, купить будет невозможно. И на фоне этой истерии, действительно, спрос очень активизировался. И за последний квартал 2018 года, ну, скажем так, планы, которые ставили себе застройщики по продажам, они были перевыполнены в разы. Ну и постройки тоже. То есть строили, строили. А постройки – это отдельная история. Ну, то есть по продажам было все очень сильно перевыполнено. Все, кто хотели купить, кто надолго откладывал покупку, они реализовали свой спрос вот в конце прошлого года, в начале этого. Ну и, соответственно, мы в середине этого года получили провал яму на рынке по покупателям. Поэтому вот это отступление, о котором сейчас декларируют в прессе, о том, что там на 20% сделки по ипотеке провалились, на мой взгляд, это вполне объяснимо. Спрос был удовлетворен. Это временный провал. Я думаю, что с сентября все отведут детей в школу, и спрос вернется. И начнут брать ипотеку. Начнут брать. Тем более ставки должны пойти вниз, потому что ключевая ставка изменилась в меньшую сторону. Да, я думаю, это не последнее изменение. Президент говорил о том, что ипотека должна стать более доступной. И я думаю, банки у нас отреагируют на это, и учетная ставка снова снизится. Ну и сейчас уже даже крупнейшие банки из топ-3, они работают с нами, ну вот как с застройщиком. То есть есть возможность у людей брать субсидированную ставку 5%. То есть это достаточно понятная ставка, она интересная. С точки зрения искров, второй момент, который произошел, это то, что застройщики постарались попасть в старые правила, получили много разрешений на строительство. Ну и, соответственно, наш ультраплотный город обзавелся большим количеством строек. Ассортимент огромен, предложение на рынке большое, соответственно, много кранов, много деятельности, и возможность выбора у людей достаточно большая. Юрий Алексеевич, вопрос вот какой. А девелоперы, те, кто строит дома, они вообще прислушиваются к нам? К запросам. К нашим запросам. К или строят, как привыкли. А вы понимаете, тут как бы есть два момента. Вот правила поменялись, поэтому есть два варианта. Можно и не слушать вас, не слушать покупателей. Но тогда это все очень быстро кончится. Ну, как бы покупатель рублем голосует. И, соответственно, вот то, о чем я сказал, много строек, большая конкуренция на рынке, и очень сильно начало отыгрывать качество продукта. То есть потребитель имеет возможность выбрать, прицениться, и здесь далеко не всегда работает цена. Работает локация, работает улучшение проекта, связанное с общественными пространствами, с отделкой, с лифтами. Ну, вот с массой вещей, на которые покупатель обещает. То есть те детали, которые уже не просто коробка, а чтобы пожить хорошо. Сейчас уже не получается у девелоперов, которые работают по старинке, вот коробки собирать, и все продастся, как бы ничего не произойдет. Поэтому все работают над качеством продукта. И как раз вот мы, понимая еще в прошлом году, что рынок меняется, мы под этот рынок начали подстраиваться. И с начала этого года запустили достаточно масштабную программу по рефрешу нашего бренда. То есть мы, ну, на сегодня, если взять данные официального портала ЕРЗ, мы второй застройщик в Северной области по объемам строящегося жилья. Ну, и пришло время заявить о себе. То есть знают наши проекты, знают о наших домах, но мало людей знают о нас. О той социальной деятельности, которой мы занимаемся, о той команде, которая работает. О тех проектах, которые мы на будущее строим. Полгода шла достаточно активная работа по рефрешу бренда. Ну, собственно, сейчас она зашла в фазу уже не подготовки, а реализации. И мы вышли к людям рассказывать о себе. То есть о нас уже могли люди увидеть. Вот сегодня было как раз итоговое совещание по итогам дня строителя. Там мы получили благодарственное письмо от министра строительства, от мэра города. То есть мы приняли активное участие, выступили спонсором. Там много рассказывали, мастер-классы для детей проводили. И открытость – это новый тренд, который очень важен новому покупателю. Покупатель омолодился. Вот я, конечно, отношусь к лению 40 плюс уже, но наш покупатель, он начинает сейчас уже от 20 лет. И они себе на уме. Они больше в интернете, они больше обращают внимание на то, на что люди в возрасте уже бы и не обратились. Просто так ты проведешь лучше. Им стали важны ценности. Не коробка, не квадратные метры. Они могут взять 18 метров, но им важно, в какой коммуне они живут, с кем они общаются. Конечно, жизнь, комфорт абсолютно точно. Да. Вот эти вещи стали важны. И мы работаем в том числе на раскрытие наших проектов, на то, чтобы рассказать, что именно для покупателя мы там делаем. То есть зайти можно на сайт и посмотреть? Да, бог с ним сайтом. Можно зайти на сайт. Можно зайти в наш новый офис, который открывается с понедельника. То есть в центре города мы трехэтажный офис себе новый сделали. Там можно и в VR погрузиться и походить по новым комплексам. Можно и на демо-туры записаться на любую нашу стройку, посмотреть, как будет будущая квартира выглядеть. То есть масса вариантов, как можно познакомиться с кем. Комфортный удоб. Спасибо вам большое. Мы готовы продолжить сейчас небольшой коммерческий перерыв. После вернемся в студию и поговорим о врачебной ошибке. Или нет. Продолжение следует...